Не сбилась ли компания Порше с пути? По-прежнему ли мы одержимы? Одержимы идеей создания спортивных автомобилей? Или же мы, упаси Боже, потеряли связь с реальностью? И что же, теперь мы будем заниматься погоней за еще большей прибылью? Мы хотим всех успокоить. Порше останется Порше. Идея сохранится. Своим клиентам мы и в дальнейшем будем предлагать то, чего они не смогут нигде найти. Такие автомобили, как их строил бы сегодня в фере Порше. Автомобили с душой. Еще бы! Да, в прошлом году мы произвели не только почти 100 тысяч автомобилей, но и массу сенсаций. Volkswagen. Порше автомобиль Холдинг СР. Идея Фольксвагена и идея спортивных автомобилей. Под крышей одного холдинга, четко отделенные друг от друга. В этом, признаемся, есть определенная историческая и эмоциональная логика. Но дело не в этом. Все дело в логике производства. Германия – хорошее место для производства автомобилей. Даже очень хорошее. Еще бы! Вольфсбург, например. Прекрасное место для выпуска автомобилей. Автомобильный мир без мировых бестселлеров от Volkswagen. Без автомобилей с расходом топлива 3, а потом, возможно, и 1 литр. Здесь и в будущем будут рождаться идеи, которые обеспечат мобильность человека. Которые сделают автомобиль демократичным, доступным для всех. Еще бы! Пожалуй, даже японские коллеги вряд ли могут послужить нам в этом примере. Ну а ставим пока в стороне общие вопросы и поговорим об одной очень важной для нас теме. О малых и средних предприятиях Германии и их положении. В то время как концерны DAX сократили персонал на 3,5%, на немецких малых и средних предприятиях было создано 10% новых рабочих мест. Некоторые из них на Porsche. Это относится к теме. Еще бы! Ведь это секрет нашего успеха. Главное при этом, что мы, как всегда, сосредотачиваемся на нескольких очень простых вещах. На наших клиентах, на новых рынках и на новых моделях. Панамера. Автомобиль с четырьмя местами и четырьмя дверями. Такого еще не было? Да нет. Было. Но мы решили построить первый спортивный автомобиль в этом сегменте. Будем честными. Нам жаль тех, кто поторопился и приобрел компромиссный вариант. 911. Наша увлеченность позволяет нам и сегодня буквально творить чудеса. То мы предлагаем новый турбо-кабриолет. То гоночный автомобиль с допуском для дорог общего пользования. То шестицилиндровый битурбо, который доказывает всем 8, 10 и 12 цилиндровым собратьям, что меньше не значит хуже. Может, это слегка неразумно и не всегда политкорректно? Но, если честно, ведь эта политкорректность не только нам, но и вам порой становится попереку. Еще бы. Тогда сменим тему. Гибрид. Над этой темой мы долго раздумывали. Результат – слегка другой гибрид. Так сказать, с большей движущей силой. Хотя в мировом масштабе на долю Порше приходится меньше тысячной доли выбросов СО2 в автомобильной промышленности, это совсем не значит, что теме экологии мы уделяем столь же малое внимание. Мы заговорили о мировом масштабе. Порше сегодня продает свои автомобили в 103 странах мира. Это свидетельство того, насколько популярна идея спортивного автомобиля. Еще бы. Вернемся к Айену. После С и Турбо к модельному ряду добавился ГТС. Концепция – больше мощности, больше паневренности, меньше дорожный просвет. Совсем иначе, чем у Каен С-Тран-Сибири. Ему не страшно самое тяжелое бездорожье. Этот автомобиль после 4400 миль одноименного ралли, наполненного кровью, потом и слезами указал конкурентам на их место. Жестко, но справедливо. Вы видите, на Поршине так уж многое изменилось. Да, все это, как и прежде, дается с трудом. Но и доставляет при этом, как и прежде, огромное удовольствие. Спросите самых важных для нас людей в мире. Наших клиентов. Джей Ди Пауэр опросил клиентов в США. Результат, по качеству, мы в третий раз заняли самое высокое место. Мы довольны? Нет. Именно поэтому мы постоянно придумываем что-то новое. Как, например, Boxster RS60 Spider. Напоминание о первой общей победе Порше в одной из великих классических гонок на длинные дистанции. Или Кайман С Порше Дизайн Эдишн 1. Идея – дизайн в чистом виде. Результат – Порше в чистом виде. Продолжение следует. Еще бы. Да, это несправедливо. Мы все возимся и возимся. И набрались решимости выиграть 8 из 12 гонок против более мощных конкурентов в американской серии «Ле-Ман». Похоже, учить нас бессмысленно. Мы по-прежнему отказываемся от субсидий и рассказываем об этом всем, даже тем, кто и слышать об этом не хочет. Мы экономим, как истинные швабы. И по-прежнему не делаем тайны из своей прямолинейности. И при этом мы думаем, что подобная позиция позволит нам уверенно войти в будущее. И что последний автомобиль, который будет построен, будет спортивным автомобилем. Еще бы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok